всем привет это вводная лекция анимации анимировать мы будем поэтому здесь нужно ввести в курс дела как это вообще происходит как это выглядит анимация конечно всегда украшает любую игру но она является самой сложной частью игры потому что по первых ее нужно создать красивый чтобы движение были плавные персонаж соответствовал это большой труд большой труд и одного человека который разбирается в анимации поэтому большинство игр сейчас изобилуют тем что в них очень малая анимация покатаются кубики но когда есть анимация то есть мы уже приближаемся к такой картинке как gta да скажем но можно при помощи анимации любую магию создать персонаж будет прыгать бегать лазить превращаться и так далее мало то что партикл создают магию свет создает магии материал создает эту магию так анимация и полностью еще и дополняет поэтому анимацию знает для игр обязательно и те кто мечтает создать быстро игру это так мечты игра быстро не создается все создается большим трудом большим большим вкладом себя по это дело хотя уже действительно упрощает этот процесс я объясню почему он во многом упрощает и другие процессы где других движках надо очень сильно разбираться здесь надо просто вникнуть как это делается начнем с анимации анимация представлена здесь вот в этом разделе раздел редактирования моделей сейчас у нас на сцене стоит модель персонажа но я уже сделал персонажем а по идее мы любую модель сюда можем добавить еще одного чувака такого персонажа у вас есть поставим вот сюда например модель которая уже с анимация она создается как характер то есть не такой значок появляется если нажать коллайдеры мы видим что она имеет свой коллайдер его можно изменить настройках тут оставим пока так сейчас объяснение будет по анимации по анимации по анимации так музыку на раму пока вырубим на это чтобы вырубить можно просто поставить звук на 0 нажать и плавить все когда она понадобится мы включим так вот мы добавили персонажа сейчас мы чуть-чуть подредактируем не веселого все а редактируется объект разделе offset то есть движется сдвигается по коллизии он стоит высоко 80 80 мало мы видим что он практически встал на землю то есть теперь любая анимация которую мы к нему подключим а мы еще пока не подключили к нему никакой анимации на нем будет воспроизводиться это можно сделать как в самих настройках если это анимация производится один раз это здесь мы и анимацию старта анимейшим лук и здесь выбирается анимация если она один раз всего лишь воспроизводится или должна повторяться постоянно то есть не должна как-то управляться особенно то мы можем я давай здесь сейчас я это покажу у меня заготовлены анимация по импорту анимации тоже отдельно сейчас расскажу как не анимация находится в копке персонажа давайте прыжок мы сделаем как безумие прыгать или бери пускай левит вместе да мы поставили анимацию которым будет повторять ее будет и анимация при старте должна играть персонажа мы сейчас немного повернем и он будет на месте совершать прибежку делаем сохранение здесь нажимаем на play вот у нас левит вместе мы выбрали походку сменим анимацию вот это важно при анимации если вы загружаете например с сайта миксама делать анимацию на месте не так как вот я показал что он уходит это будет и неправильно вся анимация должна совершаться на месте потому что мы работаем над иллюзии движения клайвера можно отключить пока на них может подходить хотели не очень толстый клейбур как бы это пошло не звучало а не с верю с вот этот не параметр 173 на 80 80 и не вполне хватит на моего пропустилить не совсем умный 80 тут весь косяк что персонаж может исчезать или проваливаться просто игру анимация которую мы включили на том персонажа совершается он имеет коллизию то есть мы не можем сквозь него пройти умная походка нашего героя вот таким образом мы добавили простую анимацию которая должна повторяться на сцене как или не или по 31 раз или вы должны каким-то образом как вы включили объектом она сработала если это не должно быть так здесь не указывайте никакую анимацию нажимаем правой кнопкой код убрать и фальц 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 у нас замирает в позе т который он у нас изначально принял квайвер нам пока не нужны он видит будет объект физический физический вект он имеет столкновение с другими вектами и теперь я покажу как делается анимация когда мы нажимаем правой кнопкой в моделях моделях здесь правой кнопкой на добавленную анимацию это нам было показать сазов азы начинается с импорта нет сейчас сайт открыт никсама вот он вот он персонаж который я добавил мы можем выбрать другого персонажа например но урок будет долгий сразу повторяю говорю выбрать персонажи прыжок удалить именно вот это чудище использовать удобно скачивать на миксама сразу паком а не отдельными анимациями но если качаете отдельными анимациями то это нужно искать подходящие вам например сейчас мы посмотрим что там за персонаж у нас вот у нас прыгает не будем загружать анимации у нас будет молиться нет молиться он не будет это здесь можно получить любые анимации персонажей совершенно бесплатно теперь adobe выкупила компания миксама насти со всеми исходниками и теперь все персонажи у них бесплатно и теперь все персонажи у них бесплатно а так нет загрузим пару анимаций чтобы вы поняли как вообще это работает все скелеты персонажи одинаковые поэтому анимации можно потом просто брать от других персонажей меняется только кожа если вы создадите точно такой же скелет или поверх этого скелета своего персонажа можно это переделать в блендере я потом покажу что текстура не переносится вот это вот отличная текстура ее качаем ее качаем и что-нибудь тоже прикольное надо выбрать так и скачаем в голове в голове в голове надо что он делает показывает как он тебя будет есть а не подходит нам от анимации это не подходит вот так вот еще ничего вот ее скоро скачаем изю такой изю так две анимации я загружу сначала одну анимацию второй раз я забуду загружу только скелет и покажу как это делается то есть нам не обязательно каждый раз повторять скинмэш кожу вот здесь можно загружать своих персонажей анимации здесь море но анимация вся для две ноги две руки персонаж гуманоид животных здесь нет но обещают в будущем может быть и ведут скелеты животных как adobe посмотрит на популярность этого раздела но пока этот раздел бесплатно именно такой большой популярности теперь не пользуется так вот у у нас пошла загрузка здесь загрузилась легал любовь панч и легал любовь панчи так мне надо надо на на мою кидаем ее в текстур скажу здесь быть и легал любовь панчи название и 2 лозер так возим идет сюда так текстур лозер так теперь добавляем программу это импорт мышь делается также все точности но одно условие есть когда вы первый раз с кожей импортируйте надо сделать и так импорт название появилось нашего чудика и легал это могу панчи нажимаем open открывается это окно и так вообще нужно изучить досконально что он вообще он нам предлагает потому что незнание это окна приводит таким проблемам вот у меня сейчас например геометрия отключена это я для скелета отключил включу оптимизировать мыши не будем или будем скафтимизируется это я сейчас не включаю так и анимация меня включена то есть то обычно у всех она будет выключена то есть при копировании там где есть анимация на лучшую ключи и включать там где нет ее можно не включать но должна быть импорт геометрии оптимизировать граф оптимизировать мышь нажимаем импорт и у нас пошло создание папок этого и легала это предупреждение что типа она может быть там то надо надо вот наш персонаж инспектируем мы увидим что у него текстуры нет я в блендере делаю текстуры распаковывают там и потом уже загружаю сюда это тоже отдельная песня принципе я думаю что сюда влезет мы все 15 минут записываемся так поэтому немного ускоримся вот мы его загрузили теперь сюда же нужно загрузить в эту папку нашу и легаловый банк панч 2 2 анимацию нажимаем импорт лузер где он там свистел к нам лузер вот он нажимаем open здесь не торопимся убираем геометрию граф мышь и этот материал нам здесь не нужен нам только скелет анимации нажимаем импорт это происходит моментально может он не загружает основную только загружать только кости и анимацию но остается в том же положении поэтому внимательно беру следить за этим окном переключаться в кнопках так теперь мы можем поработать с анимацией для этого нужно перейти в раздел нашего объекта это мы сейчас видим prefab здесь нажать инспект а инспектируется у нас этот чувачок нам нам не нужен нам нужен вот этот элегал вот мы его выбрали мы увидим материала у него нет и пока анимации никакой тоже нет но она загружена в папке анимации то есть здесь дорожек нет здесь мы нажимаем вот а я переключился вот наверху ноды и анимации в разделе это все находится вид мышь здесь по анимации вот это окно где идут название анимации то есть там какую назовете такая будет вот это просто анимация если мы например делаем дорожку которая чем-то заканчивается и больше никуда 1d это означает что анимация будет перетекать из одного состояния в другое состояние например стоял персонаж ускорение blend x пошло он побежал а также анимации здесь можно смешивать это офигенная вещь когда например у вас персонаж бежит а вам надо чтобы он при этом стрелял вы делаете blend на смешивание стрельба анимации стрельбы и бега здесь можно также проверить здесь маска и выбрать анимацию которая будет сниматься нет это я зря нажал да вот я говорю что не нужно лишний раз нажимать то что не надо нажимать поэтому движок будет вылетать пишет его один автор ошибки многие неисправлены но они не смертельные эти ошибки но могут при незнании что туда-сюда нельзя тыркать лишний раз нажимать время там было пустое кнопы а я и на взял и нажал вот вот не надо было делать наш и легал выбираем его нажимаем inspect видимо и нельзя нажимать если у нас нет анимации здесь вот этот что делаем анимацию например простую на название здесь еще можно все все работает даем название у нас первое чем там делал то назовем первая анимация первые анима нажимаем обязательно пробил и потом вот этот ряд анима выбираем нашу анимацию crc это где находится анимация она находится в той же папке где и персонаж так вот у нас первая наша анимация и открываем она уже теперь есть у персонажа можно включить и посмотреть он бьет у анимации можно регулировать скорость но скоро здесь вот он медленнее бьет можно ее вообще в обратную сторону развернуть то есть полное управление анимации вообще полная и как вы ее запишите здесь так она и будет воспроизводиться но мне надо где-то 0,6 будет делать это примерно и создадим ему вторую анимацию здесь исправляем у нас будет название наше здесь исправляем на лозер лозер нажимаем и добавляем лозер здесь выбираем нашу анимацию лозер проверяем замедляем ее до 0,5 вот теперь у нас есть две анимации бьет и лозер теперь мы можем нажать вот здесь выбрать например у нас сейчас в озеро распроизводится на нет наоборот выбрать анимацию где он бьет здесь на и выбрать озеро нажать маска и заблендить ну так как это анимация с верхними костями но мы не увидим особого смешивания нужно чтобы было отличие например бег ноги и вверх руки тогда они будут смешиваться он будет поднимать руки стрелять и также нам например необходимо как у персонажа состоять непрерывно например стоял стоял ускорение он пробежал это называется от блэнд 1д напишем название например муф анимешин дают а например мы просто назовем муф 1 муф 1 1д выбираем муф 1 добавляем здесь плюсиком на одну только нашу первую анимацию добавляем вторую анимацию вот назову заблэндили анимацию по иксу по идее вот она блэндовая анимация вот я показываю да бьет потом раз такой опа опа растерялся ты чё творишь и дальше как убьет бьет растерялся и вот мы смешали практически анимации при помощи бленда это удобно делать когда персонаж стоит и бежит должен плавно переходить из одной анимации в другую то есть это последовательность которую мы здесь создаем это переход из одной анимации по иксу также есть 2d но у нас мало анимации поэтому она будут нам особо не поможет ну 2 2 и 2d показываю 2d имеет такую штуку как столбцы и колонки то есть можно создать более сложные переходы не только по иксу но и по игреку то есть одна идет по иксу колонка другая по игреку и уже в анимации там будет бэнд x бэнд игрек и здесь они тоже вот здесь если не спустить вот и можно их смешивать ну настолько анимации нет поэтому это я оставлю на ваше разбирательство принципе здесь не сложно добавили колонки например две колонки у нас так вот сюда анимацию вот здесь не показано стартный тренд спит показывает время конец еще важно если нам надо создать анимацию например у нас цельная анимация из блендера там на чем он бежит скачет есть плачет и что там только не делает например мы создали анимацию ну например мы решили порезать назовем как-нибудь и так выбираем эту анимацию здесь стоп когда мы выбираем например нашу анимацию нажимаем open у нас появляется внизу сплит сингл сплит сингл означает что она прыгается от 0 до 68 кадров за одну секунду вот у нас одна секунда стоит здесь эти кадры прошли вот мы видим здесь кадры вот там 46 68 у нас стоит 68 мы можем обрезать например от 0 включение воспроизведения он у нас бьет немного замедлим очень медленно сделаем чтобы видеть как движется наш нам не надо чтобы он возвращался в исходное положение это где-то сейчас посмотрим какой кадр 40 до до 25 25 но можно медленнее сделать 25 кадр здесь от 25 нажимаем и у нас теперь анимация будет обрываться до доходить до 0 25 также можно создать все анимации просто добавлять одну и ту же анимацию и резать ее на те нужные части которые вам нужны и и сохранять вот здесь это то что касается анимации создания анимации с нижней частью это блендить и по иксу по игреку если нужно необходимо 2d все вот эти вот анимации которые я здесь прописал анима лузер они нам не нужны вот это мы удалим move у нас тоже удалим у нас заблэндена да заблэндена и оставим они сохраняются когда мы нажимаем эту дискетку файл называется анима скрипт или модель скай модель скрипт по моим называется сейчас посмотрим на сцене у нас уже готов персонаж у него есть 3 анимации не переходим наши префабы все редактирование персонажа вот у меня например персонаж он был развернут противоположную сторону кнопки w и шел спиной мне пришлось заходить отсюда и разворачивать персонажа на 180 градусов так этого чувака добавим где-то цена и легал машина ставим у него тоже есть коллайдер так развернем он не маленький вроде бы не у нас переходим в класс включен коллайдера так что у меня толстый пузырек несколько мы ставили 100 на все 100 еще будет вообще под землю вот персонаж готов клавер отключен а текстуры текстуры тут фокус блендером паузу поставим пока вот я загрузил нашего персонажа перешел вовы и вижу здесь текстуру которую я могу сохранить по-другому с мексомовских текстуры не достать сохранить изображение как даже сохраняем например а монстр а монстр так нажимаем сохранить у нас получился то есть две текстуры которые мы сейчас добавим наш движок текстуруем так на нашу персонажу а я назвал чтобы она быстрее высветилась после цифр а монстр и еще раз а монстр пен они у нас есть теперь нам надо перейти в материал нашего чудища и снова материал нажать инспектор смотрим на чудища и легал выбираем диффузную карту и бамп вот так вот видим что монстр у нас оживился сохраняем здесь уже сохраняем так инстерру надо передвинуть пересыпь передвинуть вот это передвинули но сейчас они двоются Так, монстры мы подсветили, нет ничего такой, материал можно редактировать, добавить много отблесков, макания спикулы, матовость как металл, вот у нас создан персонаж, враг или персонаж, у нас что не сильно растет, обоссался что ли раньше времени, спикулы чуть уменьшить. Так, еще металлическая монстяра будет. Так, проверим как он выглядит в живую. Вот он, наш чудище стоит, не мой бог, с таким встретиться, он имеет коллизию. Отлично выполнен сам персонаж, жутенько выглядит, вот видим, что он намокает. Материал лег весь хорошо. Можно еще там подредактировать, подрисовать что-то, что нравится. Глаза там, материал добавить, чтобы светились, например. Так, едем дальше. Теперь этот персонаж у нас нужно его заставить двигаться. Самый простой способ я показал, что добавить анимацию здесь, если он должен просто повторять эту анимацию, она уже у нас сохранена. Вот здесь вся его анимация. Open. Open. Start. Play. Это у нас монстр ожил, тренируется. Говорит, не подходи, убью. Нажимаем сохранить. И включаем. Посмотрим, как он у нас выглядит. Мы видим тренировку монстра. Так, работает. Прекрасно выглядит. Вот это вот называется хорошая анимация, когда он двигается по костям, здесь хороший риг. Все естественно происходит. То есть при помощи такой естественной анимации можно создать целое кино. А кинематографичность игры это очень важная штука. Мало бегать, стрелять. Нужно видеть, как ваши персонажи живут отдельно. Так. Вот у нас живет отдельно персонаж. Что-то скучало бедняга. Так, остальное делается при помощи FSM машины кода. Здесь я это показывать не буду. Я объяснил основу анимации. А уже более подробно будем разбирать, когда будем изучать программирование. Мы как раз медленно к нему подошли. Медленно, наверное. Все основные части я объяснил. То есть у нас есть звук, анимация, партикл и карта. Как я выяснил, карта оказывается не ограничивается одной частью. Можно добавлять карты, шарятик до бесконечности. Чтобы не подгружались эти карты. То есть сделать большие просторы. Не 8 километров. 8 километров это мелочи. Надеюсь, что с анимацией стало яснее. Это очень тяжелая тема. Но здесь, если в ней разобраться, она простая. Как два пальца в асфальт. Как говорится. Местный асфальт. Так. Это что у нас неправильно ходит? Товарищ. Это тот товарищ, который нам не товарищ. Он не так ходит, как все. Он должен на месте бегать. И так вот. И можно даже ему скорости добавить. Анимировать можно вообще все. Сундуки, персонажи и так далее. Управлять при помощи кода анимации. Это я показал как только добавлять. Вот это вот синяя вещь называет Browse Model Script. Куда сохраняется ваше описание анимации, которую вы нарезали. И так далее. Она обязательно добавляется в модель. То есть вот у нас сейчас вот эта модель. Она не имеет описание. Сейчас покажу. Модель. Скрипт. Может быть. Вот он. Model Script. Пустая. Поэтому здесь нужно поставить его. Сохраненный. Вот он. Legal Punch Road Node MS2. И теперь вся наша анимация будет отображаться. FSM машине. FSM машина. Это последний раздел. Который нужно хорошо изучить. Это логика игры. Мы добавляем. Давай, например, новый файл. Немного вертись. Начнем. Так. Снимаем мы уже 38 минут. Монстр. 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 Машина. Монстр. Вот она поехала. У монстра FSM не подключена. Сразу говорю. Вот мы нажимаем. Видим правой кнопкой. FSM пустое. Поэтому в классе нужно ему добавить FSM, который мы только что создали. Где он? Монстр. 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 Теперь у него есть логика. Если мы нажмем, мы его видим. Логика еще пока не задана. Вот. Правой кнопкой нажали. Мы перешли в раздел логики. Который будет посвящен следующей уроке. Это очень большой раздел. Очень большой. Она содержит в себе часть программирования. Но программирование не в том плане, а как составление логических цепей. Очень важно уметь составлять логику. Если вы не умеете составлять логику, то вам нужно это проучиться делать. На простых вещах. Здесь я буду объяснять как раз и основы, и базис. Что, зачем, куда идет. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, что урок был полезным. Анимация всегда полезна. Пройдемся немного. Посмотрим. И будем выключаться. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Лайки очень помогут распространить движок. И поддерживайте движок. Разработчику нужна поддержка. Тяжело. А так мы будем получать обновления более чаще. Он будет видеть разработчик, что заинтересован и будет делать более крутые вещи, чем уже есть. Хотя круче я уже ничего не знаю. Но буквально за пару секунд, можно сказать, можно выполнить все, что здесь выглядит. Красиво сделать. и не напрягаться при этом, если знаешь как. Ну, до следующих уроков. ISOFITワ Olha больше чудо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...